МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Эфир новоуральской вещательной компании продолжает программа «Грани». Сегодня у нас в студии Василий Савельев, координатор движения «Бессмертного полка» в Новоуральске. Здравствуйте! Добрый день, уважаемые новоуральцы! Василий, ну, считанные дни остаются до главного государственного праздника, до Дня Победы, до 9 мая. И, конечно же, он всегда ассоциируется у нас с возложением цветов, к вечному огню, с митингом памяти и, конечно же, с «Бессмертным полком», с большим масштабным шествием горожан. Вот, наконец-то, спустя два года мы в очном режиме пойдем в колонию «Бессмертного полка», чтобы прочувствовать этот дух, да, чтобы прочувствовать единение людей. Вот на сегодняшний день насколько готовы к шествию? Мы всегда готовы на 100%. Готовимся, начинаем не к 9 мая ближе, а, в принципе, весь год. Наконец-то мы действительно видим этот очный формат, то есть мы уже на протяжении двух лет очень сильно соскучились по этому формату, когда мы можем выйти действительно с портретами своих родственников, гордо встать в один строй и пройти вот этим. На данный момент идут все подготовительные работы, то есть идет работа с волонтерами, идет информационная работа, проводится работа организационного характера, регулярные встречи в администрации, оргкомитеты. Работа не останавливается, в принципе, шагаем, всеми мильными шагами. То есть достаточно активно ведете работу, да, и готовы на сегодняшний день. А какая информационная политика велась, чтобы пройти к 9 мая в колонии? Основное, чем мы пользуемся, это все-таки социальные сети, да, то есть это наша страничка ВКонтакте, это страничка действительно на официальном сайте мойполк.ру, это официальный сайт, получается, в нашей организации «Бессмертный полк». То есть там можно подчеркнуть любую информацию, которая вот касается «Бессмертного полка». Там не только можно подчеркнуть любую информацию, можно добавить историю о своих родственниках, также создать штендер и уже прийти с готовым вариантом и все это распечатать. Помимо этого, соответственно, ведется работа в коллективах нашего города, в общественных организациях нашего города. Ну, всеми доступными нами способами, в том числе телевидение, за что огромное спасибо вам, что предоставили нам возможность выйти. Выходим, информируем, рассказываем. Конечно. Ну и если на сегодняшний день горожане захотят заказать свой портрет, кто еще не успел, где они могут это сделать, как это сделать? Вы знаете, я, наверное, в рекламу не буду уходить, в любой полиграфии нашего города оказывают данную услугу. Цены различаются в зависимости от полиграфии, то есть тут мы рекомендовать, в принципе, никого не можем, да и не имеем права. Это зов человека, он куда захотел, туда и пошел. Поэтому есть бесплатная альтернатива на нашем сайте, мойполк.ру, есть возможность сделать штендер абсолютно бесплатно. То есть заходят на эту страницу, мойполк.ру? Абсолютно верно. Загружают фотографию своего родственника, маленькая история, да, то есть какая-то информация, и там уже выгружается готовый шаблон. Этот готовый шаблон выгружается уже в цифровом виде, все это копируем либо на флешку, либо куда-то, скидываем на почту и идем в любую организацию, которая занимается печатью в нашем городе. Все это распечатывается, даже как штендер сделать там. Ну, в принципе, все написано. Поэтому альтернатива всегда есть. То есть либо любая организация, либо самостоятельно, вот на сайте. То есть для навуральцев это тоже доступно? Конечно, абсолютно доступно. В принципе, для любых. Мы знаем, что во время шествия бессмертного полка и во время организации, во время самого шествия и после будут работать волонтеры. Вот расскажите поподробнее. Это тоже ведь большой пласт работы, да, который вы ведете. Вы знаете, это, наверное, самый огромный. И такой интересный пласт работы. В 2019 году, когда последний раз очно мы проходили, штаб волонтеров у нас насчитывал порядка 50 человек. Это молодые ребята, да, то есть ребята, которые искренне хотят, желают, то есть помочь, да, вот этому движению. В текущем году вот сейчас вот мы работаем. Огромное спасибо, сразу скажу, МИФИ нашего города, да. Да, то есть порядка 15-18 волонтеров только оттуда. Добавились, да? С МИФИ, да. То есть, ну, не к 50, то есть 50-то было в 2019 году, когда формировалось, то есть там из разных категорий, да. То есть, ну, в частности, вот Костяк, вот этот вот, в данном случае, в этом году это МИФИ и Медколледж, что дают нам огромную помощь и взаимоподдержку, да, именно студентами-медиками. То есть прямо в колонии, пока не знаю, к сожалению, по количеству, но вот буквально только что перед эфиром мы разговаривали по поводу волонтеров, да, МИФИ, да, МИФИ, да. То есть волонтеры будут, то есть они будут работать, будут, скорее всего, в интервале в каком-то и будут смотреть и реагировать на движение, допустим, если какие-то сложности в толпе происходят. Ну, это очень важная работа. Очень, очень важная. Да и очень тяжелая, на самом деле, работа. То есть одно дело – это патриотический настрой, это все замечательно, другое дело – это ответственность. Это серьезная ответственность, когда мы действительно прививаем это, когда у них вот свой вот этот духовный порыв, душевный порыв, да. Ну, огромные молодцы ребята. Будет, конечно, там в 2019 году, когда мы, колонна сама идет у нас по улице Комсомольской, она поворачивает на улицу Победы. То есть мы идем, в принципе, по центральным улицам, да, по проезжей части. А там нас ждет поворот очень серьезный. То есть это улица Комсомольская Победа. Вот на этом повороте будет стоять коридор. И хотелось бы обратиться к нашим горожанам, к нашим соотечественникам, да, чтобы они были терпимы и не вливались в нашу колонну со всех сторон. Вот именно на вот этом перекрестке улицы Комсомольская Победа. Ну, это тоже задача волонтеров, да, будет, чтобы вот помочь? Волонтеры этого не смогут сделать. Мы же доброй волей все это делаем. Мы направляем людей, мы показываем, рассказываем. То есть мы не можем удержать их, да, насильно. То есть это, в принципе, неправильно. Это праздник, это акция, это порыв людей. То есть тут просто необходимо взаимоуважение и взаимопонимание, чтобы люди в колонну, грубо говоря, так грубо не вливались. Потихонечку, помаленечку. Скажите, а вот горожане с удовольствием ли откликаются на шествие, на участие в федеральной акции «Бессмертный полк»? Горожане восторжены на это, в принципе, реагируют. Что это? Это такой душевный порыв. Это возможность рассказать своим детям, внукам, да, какие их родственники были великие. И что эту память надо сохранить в истории. То есть и приумножить в истории. Самое главное – это преемственность поколений. От взрослого человека к малышам. В 2014 году, когда только началось участие «Бессмертного полка» в нашем городе, я тоже искренне заинтересовался своими родственниками и нашел своего прадедушку, который оказался участником и прошел две войны. Прошел без травм, прошел без каких-либо изъянов. И, в принципе, принес нам историю. Я сейчас об этом рассказываю своим детям. И как-то пытаюсь сохранить это и приумножить. В своей семье, да? Да, и очень важно, чтобы в каждой семье была своя история, чтобы люди ее знали. В том-то и суть акции. Что мы должны это приумножить и сохранить. По предварительным подсчетам есть цифры? Сколько планируется прийти в этом году? Предварительные подсчеты – цифра в районе 5000. В 2019 году ориентировочно цифра такая и была. То есть мы отталкиваемся от нее. Все равно, мне кажется, сейчас будет всплеск желания людей выйти на улицу. Действительно, это показать, потому что все просто засиделись дома, все просто устали. Что они не могут выйти и показать это. Тем более два года не было федеральной акции. Был такой большой перерыв. Не могли принимать участие из-за пандемии. Из-за пандемии, да, из-за ограничений. Я думаю, не меньше 5000 человек. Поэтому хочется еще раз обратиться, чтобы взаимовыжение, взаимопонимание и терпение. Василий, где будет формироваться колонна? Формирование колонны «Бессмертного полка» будет происходить напротив ДК «Новоуральский». Это бывший ДК «Строитель». Прямо напротив. Прямо на проезжей части. Улицы будут перекрыты, да? Да, будет баннер. То есть улица будет полностью перекрыта, начиная от «Комсомольцев» и заканчивая улицей «Победой». То есть в обоих направлениях. Я думаю, в принципе, идите на звук. То есть там будет подзвучка с 10.30. Будет начинаться формирование самой колонны. То есть нам дается час, чтобы построить колонну. Официальное мероприятие в этом году происходит следующим образом. В 10 часов происходит возложение цветов. В 10.30 уже начинают общественные организации свое шествие по Аллее Вечного Огня к памятнику с возложением цветов. Соответственно, у общественных организаций будет время в течение получаса, допустим, из своих колонн перейти к колонне «Бессмертного полка». Поэтому вот это вот демпферное время нам как раз-таки дается для того, чтобы собраться, не торопиться, спокойно сформироваться и начать свои движения. Как будет проходить шествие в этом году? Шествие колонны «Бессмертный полк» в этом году, как и в 2019 году, будет начинаться от Деканова в Уральске по проезжей части. Мы будем проходить вплоть до перекрестка улицы Комсомольской Победы. Далее наше шествие поворачивает в сторону улицы Победы и проходит вдоль Аллеи Вечного Огня. В этом году совместно с администрацией было принято серьезное решение. То есть для тех людей, кто не успел возложить свои цветы или хотел бы это сделать в колонне «Бессмертного полка», будет выделен отдельный коридор. То есть при подходе к конкретно Вечному Огню будет выделен коридор, в который люди прямо со своими штендами, цветами могут спокойно пройти и возложить их к мемориалу Вечный Огонь. И также потом выйти. Ну и влиться, соответственно, дальше в колонну. Поэтому, повторюсь, начинаем от Деканова в Уральске, поворачиваем на улицу Победы, проходим до Аллеи Вечного Огня. Идем по улице Победы по проезжей части? По проезжей части, да. Мы поворачиваем на проезжую часть. Идем к Вечному Огню. У Вечного Огня, повторюсь, есть коридор. Будет коридор для тех, кто у вас желает возложить цветы к памятнику. Очень важно, что вновь начались эти акции после пандемии, после долгого двухлетнего перерыва. Новоуральцы могут присоединиться к федеральной акции, к «Бессмертному полку» и пройти, особенно в нынешнее непростое время. Это очень важно, да, почувствовать дух патриотизма, почувствовать дух единения и присоединиться к федеральной акции. Что бы вы хотели сегодня сказать новоуральцам? Уважаемые новоуральцы, близится великий праздник 77 лет с Днём Великой Победы. Приглашаем вас всех принять участие в нашей замечательной акции «Бессмертный полк», встать в единый ряд со своими героями, дедушками, бабушками, рассказать об этом детям, внукам, приумножить и сохранить нашу историю. Мы рады всем. Мы ждем вас всех 9 мая в 10.30. Спасибо, что сегодня пришли к нам в студию, Василий, рассказали о такой важной и необходимой всем нам сегодня федеральной акции «Бессмертный полк». До встречи 9 мая и всего доброго. Огромное вам спасибо. Редактор субтитров А.Семкин